Дорогие административники, отстаньте, пожалуйста, передайте документы, удостоверяющие личность, и наливайте вашу личность. Передавать не имею права, ознакомить только могу согласно закону, законодательство о паспорте. Ну, представьтесь, пожалуйста, дата места рождения. 29.01.73, это где место жительства? Это где место жительства? Зарегистрированные проживаете, пожалуйста, личность установлена на основании паспорта, присаживайтесь, пожалуйста. Кроме того, в судебное заседание у нас явился административный ответчик, скажите, пожалуйста, на ваш личность документы, удостоверяющие личность, и передайте, пожалуйста. Представьте. Старший институт, который не служит в городе, Александр Иванович. Представьте на служебное удостоверение номер СВД, номер 0882-23, до 5 августа 2024 года срок действия. Личность установлена на основании служебного удостоверения. В судебное заседание у нас представитель административного ответчика. Передайте документы, удостоверяется ваша личность, присаживайтесь, пожалуйста. Продолжение следует... Позвольте зачитать... Позвольте зачитать... В производстве судьи Минтиговой находится дело за номер 2А17-40-2020 на действиях сотрудников ГИБДД, старшего лейтенанта полиции города Нижнего Тагила-Зенкова, далее должностного лица. Согласно благородского принципа поведения судей, объективность судей является обязательным условием, надлежащим исполнением своих обязанностей. Она проявляется не только в содержании выносимого решения, но и во всех функциональных действиях, сопровождающих его принятие. В соответствии с положением части 2А17-15 Конституции Российской Федерации, органов государственной власти, коим является суд, являющийся органом местного управления, должностными лицами, коим является судья, граждане и их объединения обязаны соблюдать конституцию и законы России. Согласно части 2. Судья не может участвовать в рассмотрении административного дела и подлежит отводу, если имеются иные непредусмотренные части 1-й настоящие обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его объективности и без пристрастийства. Согласно положению части 1-й статьи 4-й кодекса судейской политики, утвержденной 8-м всероссийским съездом с судьями, судья при исполнении своих обязанностей, по осуществлению кого судья должен исходить из того, что защита прав и свобод человека определяет смысл содержания в деятельности органов судебной власти. Полагаю, основание для сомнений в беспристрастности и эффективности судей Тегеостроевского суда мотива установлено материалом дела. Так, судебное заседание по иному делу 5.101.2020 тесно связано обстоятельствами, что мы рассматриваем делом 2а.17.40.2020, мною в этом же суде заявляюсь в различные кадаты все-таки, как среди прочих, о вызове свидетелей, о приобщении письменных доказательств к материалам дела и так далее. Однако, вопреки принципам всестороннего исследования обстоятельств судья Тегео отказывало от удовлетворения данной ходатайности, при этом нарушение закона мотивированных определений по отказанному указательству судья Тегео не выносило нарушение действий следовательства, тем самым принимая незаконные решения. Также, судебное заседание судья неоднократно прерывало мои выступления, чем нарушало право голоса, а также, как указалось выше, принцип всестороннего исследования обстоятельств дела. Тем самым, судья прямо демонстрирует и не скрывает свое отношение к закону, предпочитая нарушить закон. Кроме всего, перечисленного судья Тегео, по имеющейся у меня информацией, умышленно препятствует движению иных дел, вынося заведомо неправосудное определение обоставления бездвижения дела, с последующим умышленным препятствием движению и рассмотрения жалоб на указанное незаконное определение. Так, по имеющей информации, судья Тегео оставил незаконное бездвижение исковое заявление по делу номер 2А 1193-2020 своим определением от 5.06.2020 года. Заявитель, по имеющей информации, обжаловывает незаконное определение, однако, вот уже по прошествии более 4 месяцев, по той же имеющейся информации, судья Тегео не направляет указанную жалобу на определение от 5.06.2020 года в суд в вышестоящем станции для рассмотрения, тем самым препятствуя движению значной жалобы. Поведение судей Тегео свидетельствует о том, что судья игнорирует установленное законом требования и намеренно нарушает право тех, в отношении кого она призвана осуществлять свою барсенальную деятельность, что свидетельствует о неспособности судей выполнять возложенную на нее функцию. У вас на положение три закона о статусе судей, в числе требований, предъявляемых к суде, в том числе входит обязанность неукосительно соблюдать Конституцию и другие законы России. В гуманистическом начале социального государства призвано в первую очередь защищать права и свободы человека. Статьями 2.7 частью 1 статьи 18 Конституции предупределяется обязанность судья осуществлять кого судья таким образом, чтобы обеспечить гражданам наиболее благоприятные условия для реализации своих прав и свобод в суде. Согласно положениям 2 статьи 3 закона о статусе судей, судья при исполнении своих полномочий, также во внеслужебных отношениях, должен избегать всего того, что могло бы умолить авторитет судебной власти и достоинство судей, или вызывать сомнения в его объективности и беспристрастности, и справедливости. Действия судей Тагистровского суда имеют ярко и наглядно свидетельствует несоответствие указанности нормам закона о поведении. В силу особого конституционно-правового статуса судей связано с учреждением публично-правовых функций судебной власти. Законодатель определяет неповышенные требования, в том числе с точки соблюдения ими морально-этических норм. Эти повышенные требования как к моральному облику, а также к ограничению конституционных прав граждан, в том числе повышенные требования к поведению как в служебной, так и в неслужебной деятельности. Установленные правила Кодекса судебной этики принимаются судьи добровольно. Возможно, судья Тагистровского судья Митякова этим требованиям не соответствуют, не способны к адекватной оценке происходящего. Ее действия позорящие и чаще достоинства судей несовместимы с высоким статусом судей. Еще в 2002 году Европейский суд по правам человека в деле Калашникова против Российской Федерации, в своем решении о большой озабоченности отметил нарушение судьями этических новоповедений и профессионализма. Судьи были отстранены от заниманиями должностей. Вместе с тем, высказываясь о кадровой политике и о тех требованиях, которые определяются кандидатам на судейские должности, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что здесь особое внимание должно уделяться вопросом противодействия коррупции, предотвращению конфликта интересов. Выступая на торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного Суда Российской Федерации, президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что современный судья просто обязан быть профессионалом, неукоснительно соблюдать законы и быть примером личной порядочности и независимости. И, конечно, он должен обладать высокой правовой культурой, уважать участников судопроизводства. Такому суде будут доверять людей, а его работа, безокоричненное ведение процеда, прослужит повышение авторитета судебной власти и общества, искажая фундаментальные системообразующие принципы правосудия и руководствующие исключительно личному внутреннему убеждению о том, что вседозволенность и независимость судей понятия «тождественны», судья Митего пытаются внушить общественности ощущение беспредельности судебной власти, чем крайне негативно влияет на репутацию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Всем судьям, кому какие-либо иные интересы мешают соблюдать требования действующего законодательства, «Кодекс судебной этики стоит, конечно, подыскать другое место применения своих знаний и сил», подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в Всероссийском совещании председателей судов еще в 2016 году. Хорошим примером в исполнении указов президента может послужить решение судей Ленинского суда Луценко по делу 2А 382.19 в виде определения об удовлетворении моего отвода судье указано на определение судья Луценко, учитывав, что в демократическом обществе участники судебного разрядства должны испытать доверие к суду, указав, что административность могут иметься обоснованные сомнения объективности и regenстраственности судей, поскольку, по мнению судей, обстоятельства, которые подлежат он articulated по рассматрилам административно нераз��ственно связаны со обстоятельствами, которыми фактически суд уже давал оценку. Судья Луценко принял во внимание также и необходимость в настоящем деле вновь давать оценку обстоятельств, в отношении которых судей уже сложилось внутреннее убеждение, и осмотреть дело, ввиду чего судья не может считаться беспристрастным и объективным по смыслу придаваемых законодательствам. Ко всему сказанным судьями, как он означало дело за номер 2А1740 для рассмотрения 8-10 к 10.00, однако началось задемное заседание более чем 10 минут позже, что является нарушением трудовой дисциплины, невыражением к участникам процесса и умолением авторитета судебной власти. Таким образом, все перечисленные действия судей Минтиговой, в том числе непонимания о ведении производства по делу, существенно выходит за рамки закона. Все указанные выше действия судей Минтиговой относятся к именем обстоятельствам предусмотреной частью 2 статьи 31, которая непосредственно является основанием для отвода судей. Также в случае дальнейшего нарушения судей Минтиговой действующего законодательства оставляют за собой право представленного кодексом администативного судопроизводства заявлять дальнейшие отводы судья Ментиугова по каждому из нарушений действующих законодательств вплоть до неограниченного количества равному количеству нарушений, которые, если такие нарушения, будут иметь место. Ввиду изложено выше. Не желаю, что в дальнейшем дело рассматривал судья Тегестровского суда Ментиугова. Прошу удовлетворить настоящий отвод. На основании выше изложено заявляю отвод судья Тегестровского суда Ментиугова от дальнейшего рассмотрения дела 2А 17-40-20-20. Пока все.